Братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую. Давайте откроем наши Библии к Евангелию от Иоанна, 1 глава с 14 по 17 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 14 по 17 стих. Написано, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем, и восклицая, говорит, «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что, идущий за Мною, стал впереди Меня, потому что Он был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Заметьте, как написано, Слово, которое Иисус Христос, есть полное благодати и истины. И написано, и мы видели Его славу. И от полноты Его все мы приняли, и заметьте, написано, и благодать на благодать. Здесь мысл такой. От полноты Христа, значит, у Него оно никогда не кончается. Мы принимаем благодать на благодать. Мне было сначала чуть-чуть непонятно, что здесь имеется в виду. Так что я посмотрел разные переводы, посмотрел на греческом языке, как оно звучит. И даже, чтобы до конца убедиться, я посмотрел комментарии. Я нашел, что апостол Иоанн здесь имеет в виду точно, что он пишет. Мы получаем благодать сверх благодати. Мы получаем благодать, и это дает нам силу принимать еще больше благодати от Его полноты. Когда мы познаем Иисуса Христа, оно никогда не кончается. И это наше великое благословение, как христиане. Когда мы пребываем во Христе, пребываем на лозе, мы получаем эту благодать от Него. В Новом Завете мы встречаем слово «благодать» 156 раз. И из этого один апостол Павел использовал это слово 109 раз. Он начинал свои послания со словами «Благодать вам и мир от Господа Иисуса Христа». Он нам говорит, чтобы мы укреплялись в благодати. Апостол Петр пишет, чтобы мы возрастали в благодати. Братья и сестры, я думаю, что Бог очень хочет, чтобы мы познали Его благодать. Так что наша задача, как христиане, это узнать, что такое благодать. И на самом деле, что такое благодать? На английском это слово «grace». И мне очень нравится, из нее сделали акрониму «God's riches at Christ's expense». То есть, Божьи сокровища, данные нам, оплаченные Христом. Благодать – это незаслуженное благоволение Бога. Это означает, что Бог проявляет свою любовь, свою милость, свое прощение и свое благоволение к нам, которые никак этого не заслужили. И Он это делает посредством пролитой крови Его Сына Иисуса Христа, про которого написано, что Он был предназначен еще прежде создания мира для жертвы Голговской. Потому что Он взял наше место на кресте, пролил свою кровь вместо нашей и взял на себя гнев Божий, который мы должны были принять. Бог нас полностью простил, Он нас полностью омыл, очистил и оправдал, когда мы пришли и покаялись. Вот это благодать Божия, Его благоволение к нам, которым никак этого не заслужили. Написано, Кримлина 5 глава, можно открыть. Кримлина 5 глава, с 8 по 11 стих. Кримлина 5 глава, с 8 по 11 стих. Кримлина 6 глава, с 8 по 11 стих. Кримлина 6 глава, с 8 по 11 стих. Врагам проявить любовь невозможно с человеческой точки зрения. Это только Бог может делать. И когда Он говорит нам делать то же самое, это мы можем делать только через той силой, делать это только той силой, которая изливается через благодать Иисуса Христа. Это то же самое, если посмотреть сейчас на Израиль и Иран, какое накаленное состояние между ними сейчас. Как Иран желает полное уничтожение Израиля. Мы были в таком же состоянии перед Богом. Мы были врагами Богу. Но Бог, потому что Он есть полнота благодати, Он послал Сына Своего умереть на нашем месте и нас примирил с Ним. И потому что мы примирились, мы спасаемся жизнью Иисуса Христа. Потому что Он умер, мы примирились. И потому что Он умер, Он и воскрес. И потому что Он воскрес, мы спасаемся жизнью Его. Заметьте, как написано, тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Я верю, что Библия учит о уверенности в спасении. Здесь оно очень ясно говорит, нет никаких сомнений, мы спасены. И теперь наша задача это пребывать во Христе. Пребывать в этой полноте благодати, не уйти из-под нее. Мы так видим в этом отрывке. И недовольность его, то есть недовольна только оправдание и спасение, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. У нас есть теперь чем хвалиться. И мы не только должны, мы не только можем, мы должны хвалиться Иисусом Христом, благодаря Которому мы получили это примирение, получили спасение, получили оправдание. Бог хочет, чтобы мы жили Иисусом Христом. Мы знаем, если человек живет, например, машинами, или живет, допустим, рыбалкой, у него вся жизнь крутится вокруг того, чем он живет. Разговор постоянно о том, постоянно хвалится этим. И Бог хочет, чтобы мы так жили Христом. Я даже бы сказал, если мы так не живем, то нам стоит проверить жизнь. Помолиться Богу, чтобы Он открыл нам, в чем проблема. И чтобы Он исправил то, что не так в нашей жизни. Может быть, взгляды у нас неправильные, может быть, где-то есть какой-то идол. Но обычно мы знаем, в чем проблема, мы просто не хотим это исправить. Но мы Иисусом Христом должны жить. От Его полноты мы получаем благодать. Без Него мы ничто. Даже наши самые сильные старания служить Богу, это недостаточно, чтобы угодить Ему. Только пребывая в Нем, только получая благодать от Иисуса Христа, мы получаем силы Ему служить. Мы получаем силы жить благодестивой жизнью. Наша задача, как христиане, это познавать Иисуса Христа и Его заповеди. От этого мы получаем благодать. Чтобы еще больше познавать Иисуса Христа и чтобы еще больше получать благодать. Так апостол Петр пишет в своем втором послании, первая глава. Этот благословенный цикл заканчивается тем, когда мы встречаемся с Иисусом Христом, лицом к лицу. Но есть одно условие. Апостол Яков пишет, Бог гордым противится, но смиренным дает благодать. Чтобы получить эту благодать, нам надо признаться Богу в том, что мы в ней нуждаемся, что мы в Боге нуждаемся каждый день. Когда апостол Павел имел жало во плоти, он молил Бога три раза, чтобы он это от него убрал. Но Бог ему сказал, «Довольно для тебя благодать моя, ибо сила моя совершается в немощи». И после этого апостол Павел говорит такие слова, «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Чем меньше существует вот это «я», чем меньше мы живем нашими силами, когда мы понимаем, что каждый шаг мы делаем, каждый вдох мы берем, это благодать, милость Господа Иисуса Христа, то Бог тем больше дает благодать. И в наших немощах открывается сила Иисуса Христа. Смирение – это тот секрет, чтобы жить в силе Иисуса Христа. Довольно и для нас благодать Божья. Мы примирились с Богом, имеем спасение и вечную жизнь. И это все благодаря голгофской жертве Иисуса Христа, которую мы вспоминаем сегодня. Не только это, но благодаря пролитой крови Иисуса Христа мы имеем дерзновение приходить прямо к престолу Божьему, чтобы получать эту благодать и милость, написанную для благовременной помощи. Братья и сестры, давайте сейчас приступим с дерзновением к этому Божьему престолу, чтобы получить эту милость и благодать в молитве. Помолимся. Аминь.